Файнал Фэнтези В первом же городе Канерия во время прогулки по замку можно встретить членов королевской семьи, стражу и придворных, которые не прочь перекинуться с нашей четверкой парой словечек. Однако в одной из комнат на первом этаже присутствует странное явление. Главные герои не могут вступить на вот это свободное место. Если же попробовать с ним взаимодействовать, то внезапно раздастся голос. Кто-то спросит у нас, так это вы, воины света? Сперва можно решить, что это какой-то местный призрак. Но на деле все обстоит несколько иначе. Для экономии памяти, а также из эстетических соображений, в первой финалке сделано так, что мы видим либо тех, кто в комнате, либо тех, кто снаружи. И во время разработки каждому NPC задавался статус его нахождения. Из-за случайной ошибки одному из персонажей было присвоено значение в комнате, хотя на деле он проводил свое время вне помещения. Чтобы разглядеть того, кто говорит с нами из другого измерения, можно войти в любую комнату, а затем использовать хак для прохождения сквозь стены. Теперь мы способны узреть призрака и... знакомьтесь, это Невидимая Леди. Как и любые другие авторы игр, создатели Final Fantasy отчасти вдохновлялись какими-то прочитанными или просмотренными произведениями. К примеру, принцесса, которую Гарланд похитил и удерживал в храме демонов, могла быть названа в честь главной героини аниме-сериала 1985 года «Маленькая принцесса Сара». Сериал был основан на повести английской писательницы Фрэнсис Бёрнетт «Маленькая принцесса». И что примечательно, книжная Сара также оказывается в заточении, только не в огромном капище, а на чердаке пансионата. Во время путешествия по затонувшему городу, отважные бойцы попадают на этаж с живущими там русалками. Одна из морских обитательниц сообщает, что ее подруга Дэрил отправилась на сушу, но так и не вернулась. Ей всегда было интересно, что же с ней произошло, и возможно, та отрастила ноги и куда-то ушла. У Топола она недалеко, ее можно встретить в ближайшем городе. Сбежавшая Дэрил будет восторгаться тем, как прекрасно иметь такие прелестные ножки. Имя этого персонажа, скорее всего, было заимствовано у актрисы Дэрил Хана. В 1984 году вместе с Томом Хэнксом она снялась в комедийной мелодраме под названием «Всплеск», где как раз сыграла русалку, которая ради любви отрастила ноги и осталась жить на суше. Также в творении Скверсофт встречаются летающие корабли и парящая в небесах цитадель. Наиболее вероятно, что эти вещи авторы высмотрели в полнометражном аниме Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута», вышедшем в 1986 году. Мало кто знает, что когда воины света получают в распоряжение пиратское судно, у них есть секретная возможность поживиться сокровищами. Для этого во время плавания на корабле требуется нажать кнопки А и Б 55 раз. Тогда на экране появится игра в пятнашке. Чтобы решить головоломку, необходимо расположить плитки с цифрами в порядке возрастания. Если игрок справляется, то получает 100 единиц золота. Это в принципе совсем немного, однако в версии на PlayStation разработчики увеличили сумму вознаграждения с сотни до 10 тысяч. На такие деньги уже можно было прилично закупиться оружием, снаряжением и лечебными снадобьями. В одном из сюжетных заданий главным героям предстоит путешествие в пустыню для встречи с караваном. Туда можно попасть и пешком, но если лететь на воздушном корабле, то приземляться придется поодаль. А это значит, что столкновение с противниками неизбежно. Только вот на самом деле, четверка может подобраться гораздо ближе к месту назначения. На песчаные дюны или высокие деревья никак не десантироваться, но летающему судну ничто не мешает приземлиться прямо на караван. Такой трюк срабатывал лишь в оригинале, а в последующих ремейках данную возможность устранили. У оригинальной Final Fantasy наблюдался заметный недостаток в виде долгой и утомительной прокачки во время первой-третьей игры. Далее проблема улетучивалась, но, например, по прибытии в город эльфов герои не могли сразу штурмовать сюжетный квест в болотной пещере. Им требовалось очень долго блуждать по окраинам в надежде напороться на выгодного противника. Данный этап отнимал внушительную часть времени, однако игроки нашли способ значительно ускорить процесс. Севернее города Провока был полуостров, на самом кончике которого обитали монстры неожиданно высокого уровня. Битва с ними была огромным риском и протекала довольно тяжко, но в случае успеха герои зарабатывали массу опыта и денег. Время от времени надо было лишь бегать в ближайший город для восстановления сил, магии и лечебных зелий. Тут не совсем понятно, баг это или разработчики умышленно заготовили такое специфическое место, но в последующих ремейках, где ошибки вроде как активно устранялись, полуостров все еще сохранял данную особенность. Многим известно, что одним из символов серии Final Fantasy является птица Чокоба. В том или ином виде она появляется в каждой игре, заменяя собой ездовую лошадь. Однако пернатый друг дебютировал лишь во второй игре серии, обделив своим присутствием первую часть. В 2000 году положение было исправлено. В версии на Wonders One Color и далее Чокобов все же был добавлен. Правда, не живой, а в виде статуи в тронном зале Корнелии. Еще одним ярким представителем всей серии является персонаж по имени Сид. Он также был впервые задействован во вселенной Final Fantasy 2, а после так или иначе фигурировал в каждой следующей игре. Оригинальная финалка снова стала исключением из правила, но опять же, в переиздание для Wonders One Color героя по имени Сид все-таки пригласили. Встретить лично его не получится, о нем нам поведают жители Лифейна, и расскажут, что Сид когда-то давно создал летающий корабль, на котором и путешествуют по миру наши воины света. В Эльфленде, рядом с магазином белой магии, можно отыскать три захоронения. Два из них ничем не выделяются, а вот на надгробии третьей могилы написано «Здесь покоится Линк». Это, очевидно, отсылка к успешной игре от компании Nintendo The Legend of Zelda, протагонист которой — эльф с характерными заостренными ушками. Видимо, поэтому авторы финалки и решили организовать погребение в городе его сородичей. Но то было в Японии. В американской версии эпитафия была заменена, возможно, потому что перевод делала сама Nintendo. Теперь на камне было высечено «Здесь покоится Эрдрик». И данное имя было выбрано неспроста. Эрдрик — это знаменитый воин из мифов и легенд во вселенной Dragon Quest. В версии на PlayStation упоминание о Линке было возвращено, и во всех последующих изданиях там читалось только имя спасителя Хайрула. Когда в 1990 году компания Nintendo решила ознакомить американских геймеров с ролевой игрой от Squaresoft, возникли некоторые трудности. Помимо непосредственно локализации всего текста и интерфейса, представители местной комиссии потребовали исправить кое-какие элементы. Все упоминания смерти были изъяты и заменены более смягченными словами. Например, заклинание «Death» — «Смерть» — превратилось в «Раб» — «Стереть». Также было запрещено использование иудиохристианской религиозной символики. Именно поэтому церкви в городах, где можно было воскрешать погибших воинов, стали госпиталями. Кресты в логове Богомута превратились в обычные церемониальные свечи. А шестиконечные звезды в воздушном замке сменили форму на простые треугольники. Медуза в японской версии стояла на поле боя с обнаженной грудью. В США такого содержания в игре для детей допустить не могли, и мифическую горгону разработчикам пришлось одеть. Однако кое-кого из противников пришлось изменить кардинально. Чудовище по имени Beholder, как и многие существа, было позаимствовано из американской настольной игры Dungeons & Dragons. Только вот Хиронобу Сакагуччи не учел того, что некоторые монстры в этой настолке могут быть совсем оригинальными и даже защищенными авторским правом. Из-за этого Beholder был целиком переделан внешне и получил другое название. Eye. Glass. В первой части истории серии я рассказывал о рекламной кампании, которую проводила Nintendo на территории Америки. В ежемесячных журналах Nintendo Power проходили различные конкурсы, где игроки могли выиграть ценные и оригинальные призы. Только об одном конкурсе я в тот раз умолчал. Последним заданием для читателей стало вот что. В игре надо было встретить легендарного Warmecha. Требовалось сделать фотографию битвы с механическим чудищем и отправить ее в редакцию журнала. Первые 50 участников получали уникальную стеклянную сферу со специальной гравировкой и благодарственное письмо от компании Nintendo. Но самое интересное случилось в 2010 году. Одна из таких сфер была выставлена на аукционе eBay за 250 тысяч долларов. И что самое сумасшедшее, она была куплена. Многие зарубежные издания писали об этой новости. Но мне пришлось докопаться до истины. Я провел собственное расследование и выяснил, что коллекционная сфера действительно была приобретена. Но лишь за 6149 долларов. Всего-то. Здесь же стоит отметить, что у вышеописанного конкурса был еще один пункт. Организаторы сообщали, что из всех призеров случайным образом будет выбран единственный, кому выпадет честь стать увековеченным. Его имя окажется в следующей игре от компании Nintendo. Фортуна постучала в дверь к парню по имени Крис Хоулихан. И пасхалка с его именем была размещена в игре The Legend of Zelda A Link to the Past. Помещение с секретом нельзя было встретить при помощи простого исследования. Единственным способом попасть в комнату Криса было сломать игру. Если пользователь совершал действия, вызывающие ошибку в координатах положения главного героя, то заходя в любое подземелье, Линк попадал в комнату отладки, созданную разработчиками для гладкого пресечения нежелательных багов. В этом труднодоступном уголке как раз и находилась табличка с сообщением. «Меня зовут Крис Хоулихан. Это моя совершенно секретная комната. Пусть это останется между нами, окей?» И что самое потрясающее, данное помещение было найдено игроками только спустя 10 лет. И знаете что? Мне очень жаль бедного парня. Его имя было вписано в одну из самых высокооцененных игр за историю человечества. А он даже не мог никому похвастаться. Ведь все равно никто бы ему в ближайшие десятилетия не поверил. Что ж, напоследок напомню вам о главном факте. Компания Square, что переводится как «Квадрат», имела в качестве логотипа «Треугольник» и сделала игру под названием «Последняя фантазия», у которой недавно вышла пятнадцатая часть. А с вами был Дауравицба, и до встречи в следующем выпуске на СтопГеймРу. Субтитры создавал DimaTorzok